Всем привет, мои дорогие! С вами Койнова Аня и на моем YouTube-канале опять новинки одежды, опять из джунги, пока только такой формат, но мы будем почаще увеличивать, чтобы вам было удобнее видеть. Итак, на мне сейчас опять-таки новая коллекция, она мне очень понравилась, потому что она, на мой взгляд, стройнит, стройнит, очень интересные у них кармашки, да, то есть вот так, чтобы вы понимали, но на светлых вещах будет лучше видно, ткань тоже прикольная, тут слегка такой начосик есть, очень такой маленький, она не колется, у меня такое ощущение, что она полностью натуральная. Значит, трикотажная толстовка с длинным рукавом для женщины, артикул 529-639, размер 52, вот прям размер в размер, ни больше, ни меньше. Далее, трикотажные брюки для женщины, артикул 529-671, ткань 60 хлопок, 40 полиэстер, одинаково у обоих костюмчиков. Так, значит, брюки идут с карманами, карманы довольно-таки глубокие, вот они достаются. Далее, низ изделия выполнены в форме такой небольшой резиночки, в принципе, прикольный цвет, не марки, там на природу сходить могу, грузин, еще куда-то, капюшон, капюшон, да, капюшон тоже такой интересный, двойная ткань там, кстати, все вроде бы отлично. Главное, что вот я даже не знаю, первый раз, наверное, надеваю на себя такой темно-синий, я даже не знаю, подойдет ли мне или нет, как вы думаете? Сейчас на мне обалденные розовые, я бы даже сказала, такой, может быть, пыльно-розовый или еще какой-то цвет, мне очень-очень нравится, этот костюм 100% себе оставляю. Если над синим я действительно задумываюсь, то этот прямо мой-мой-прямой, я такое очень сильно люблю. Итак, толстовка с длинным боковым, артикул 529-655, размер 52, 60, хлопок 40 балесток, у всех этих костюмов в следующий раз уже не буду повторяться. И трикотажные брюки для женщины, тоже 52 размер, артикул 529-687, артикул. Клевые, классные, я еще вам не показала, то, что тут на животе есть вот такие вот завязочки, можно затягивать, очень такая широкая резиночка удобная, она сама по себе хорошенькая, вот, я даже и затягивать, наверное, не буду, мне хорошо сидит, получается, не спадывает, ничего, все здорово. Хороший костюмчик, правда же? Так, точно такой же костюм в бежевой расцветке, как мне? Муж сказал, очень даже неплохо, я вот даже не знаю. К сожалению, у меня уже есть такой бежевый костюм, практически точно такого же цвета, тут, может быть, слегка посветлее, и он идет на мулнии из коллекции неон. И вот я сейчас думаю, подойдет мне этот или не подойдет, но он просто бомба. Значит, так, толстовка с длинным рукавом 529-647 артикул, а трикотажные брюки артикул 529-679. Красота, да и только. Кстати, хотела сказать по длине рукава, и что-то каждый раз снимаю и забываю, длина рукава замечательная, на девчонок, да, длинноногих будет отлично, потому что мне чуть-чуть-чуть-чуть длинновато, вообще капельку, то есть не сильно длинна. Трикотажная толстовка артикул 529-631, размер 52, и трикотажные брюки 529-663, размер 52. Как вам этот цвет? Думаю над ним, думаю, думаю, розовый, вообще прям вне конкуренции. Вот, смотрите, какой начался у него, такой как бы ворсик небольшой, тут инструкция, что делать, и вот такой вот ворсик внутри. Он очень мягкий, вообще не колется, ничего, он очень такой, знаете, натуральный прямо костюмчик, кажется. Сейчас на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 529-931, размер 52, состав 51 вискоза, 30 полиэстер, 19 нейлон. Что могу сказать про кофту? Мягкая, плотная, очень плотная, теплая такая кофточка, хорошенькая. Вот не знаю, будет, не будет скатываться, на мой взгляд, нет, но я могу ошибаться. Длина рукава, как вы видите, великовата, длина рукава, поэтому длинноногим девушкам отлично. Я эту кофту прозвала мамина, почему? Потому что ей очень нравятся зеленые цвета, она очень любит именно зеленые носить. Вот, также низ изделия выполнен в форме такой вот резиночки, и узор, кстати, в цвет леггинса. А трикотажные обтягивающие брюки, это леггинсы, они идут так же, как и все предыдущие, просто они упали, вот, получается, в автозаказ. Артикул 529-743, размер 52, мне 52, мама, вот сейчас мы с ней посмотрели, у меня вот в этом месте собирается все, да, вот тут вот. И мама сказала, тебе нужно 50-й, чтобы было в обтяжечку, и чтобы не было вот этих вот всех складок под коленками, везде, то есть мне надо на размер меньше. Но я хочу их постирать перечу и оставить себе. Я, как всегда, делаю мнение, охота все эти возвраты, оформлять всю эту ерунду. В общем, 60 вискоза, 68 вискоза, 27 нейлон, 5 эластан, отлично. В них ни тепло, ни холодно, в них ни душно, в них ни жарко, они великолепные. Так, если вывернуть наружу вот эту кофточку и посмотреть, да, то есть тут такая вот получается вязочка. Мягкая-мягкая, хорошая-хорошая. Антон, видно, да? Да, да. Антон меня за кадром снимает, как обычно, что отсюда она хорошая, и даже при натяжке она абсолютно не просвечивает, то есть очень плотная вязка у нее. Она отличается от всех тех кофт, которые были до этого, очень сильно отличается. Клевая кофточка, понравилась и мужу, и мне, артикул 529-939, называется трикотажный джемпер с длинным рукавом. Точно-точно такая же и ткань, и плотность, и свет. Цвет, вернее, она действительно и легкая, и дышит, но в ней не жарко. Ой, вообще классная кофта, классная. Как вы видите, практически сочетается со штанами, но эти штаны слегка рыжат на фоне этой кофты, да, то есть вот и бежевый, спокойный, а вот и бежевый с такой, как бы, с красноватой какой-то примесью слегка. Ну, знаешь, из-за чего отличаться? Потому что разная ткань, и из-за этого цвет так играет. А по сути, цвет, да, если так вот на камеру смотреть, они, ну, чуть-чуть различаются. Если смотреть в реале, то из-за того, что они разные ткани, они различаются побольше. Ну, очень хорошо, Аня. Так, 51 вискоза, 30 полиэстер, 19 нейлон, размер 52, артикул 527-939 у этой кофточки. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Очень простая модель, прямо очень простая. Мне кажется, она подойдет абсолютно под все, под джинсы, под юбку, под шорты. То есть это вообще, как бы, универсально до такой степени, что, я не знаю, вы не поваляетесь, она не согнется, она не скатается, ничего с ней не будет. Она не собирушка, то есть она такая средней плотности, она хорошо, очень хорошо растягивается, ну, как, в принципе, и все вещи. Это не вязка, это такая ткань, очень интересная. Так, артикул 529-607, размер 52, состав 51% хлопка, 46 полиэстер, 3 эластан. Вот такая вот ткань. А тут есть такие, ну, можно сказать, мини-мини-мини, какие-то полосочки, квадратики, их еле-еле можно разглядеть. То есть это не совсем такая вот простая ткань, как может показаться, я думаю, тут даже не видно, да, на камеру? Мне, я уже показал, в принципе, ткань, куда-то, сейчас приближу еще. Все, ну, ничего, все. Видно немножко, да? Вот совсем чуть-чуть, вот тут вот такие, как бы, ну, она такая неровная, рельефная, такая вот еле-еле, в общем. Ну, прикольная. Точь-в-точь, такой же джемпер, как и предыдущий, только вот такой вот расцветочки, да, расцвет бежевый. Значит, состав все вообще одинаково, только артикул 529-599. Он тоже мне понравился, замечательный, великолепный, и у меня такое чувство, что я жаденна, потому что мне и то понравилось, и это, и я все хочу оставить. Ну, что-то вообще, ребята, помогайте мне с выбором, что оставить, что нет, потому что из-под предыдущих коллекций я вещи буквально по три раза надевала, и они у меня сейчас в шкафу, и, я не знаю, болезнь у меня, наверное, какая-то. Но она, правда, классная, и я всегда нахожу, как вот эти коллекции друг между другом сочетать, и каждый день носить что-то новенькое, когда мы гуляем, оно мне очень поднимает настроение. Я не люблю одно и то же носить целый месяц, например, да, там постирал, снова надел, постирал, надел. Я люблю все разненькое, и вот тут прям новая коллекция, которую я на постоянной основе примеряю, это, конечно, бомба. Кстати, мне пришли вид новинки, вот, скоро тоже буду их снимать, новые тени, я не сегодня накрасилась уже, классные тени, не скатываются ничего. Ай, что, дайте мне совет, нравится безумно эта копта. Так, сейчас на мне джинсы из старой коллекции, а вот штрикотажный джемпер с длинным рукавом из новой коллекции. Ну, как вы видите, он очень сильно просвечивает, его нужно носить только с белым бельем. А на мне сейчас белье более такого бежевого цвета, нижнее, я имею в виду, да, то есть линия талии. Аня, на камере даже видно, как он просвечивает, сразу же говорю, да. Да, то есть вот линия талии, как он вот, он вообще полностью просвечивает, идет прямо в обтяжечку, даже немножко сковывает движение мне. Вот в районе груди очень сковывает, и, значит, размер 52, артикул 529, 879. Ну, так-то вроде бы размер в размер, все хорошо. Так, ну вот руку сгибаю, чувствуется натяжечка, но я думаю, что он сядет по фигуре, потому что тут ткань 85 вискозы, 15 полиэстер. Очень красиво освежает, всякие вот тут узорчики мне нравятся, все. Ну, вот так вот в ней выйти, даже в белом белье, я, наверное, что-то сверху захочу надеть, вот честно. А вот, вот этот вот узорчик, он такой, как будто, знаете, ткань у него такая, и как будто чуть-чуть чувствуется что-то типа резины, но это не резина. Очень-очень интересно, красивое такое, очень освежает, здорово. Зеленый цвет, мамин джемпер, артикул 529, 871, и этот, на удивление, вообще не просвечивает. Точно-точно такой же был на мне предыдущий, белый, он был вообще, да, просвечивающий очень сильно, а этот нормально, отлично. И рисунок тут в тему, все хорошо, да, то есть тут прям не докопаться. Так, очень красивый цвет трикотажного джемпера с длинным рукавом для женщины, артикул 529, 523, размер 52, 70 вискозы, 30 нейлон. Обтягивает очень сильно, все недостатки сразу наружу, вот он, если бы он был посвободнее, конечно же, было бы куда красивее. Но вот девушки, которые пополнее, они, конечно, уже такое им будет нехорошо, да, то есть вот это вот все некрасивее. То же самое, очень классный джемпер, супер, я эти джемпера очень сильно ждала, потому что я люблю что-нибудь, что напоминает, да, чуть-чуть деловой образ, но вот это вот все в обтяжечку, хотя белый он очень хорошо освежает. Ну вот артикул 529, 539, 70 вискоз, дейснилон, как у предыдущего, я не могу сказать. Ну вот что вы мне скажете, мне кажется, белый смотрится куда аккуратнее, чем пульно-розовый. От себя опять еще добавлю в Пойнт Воту, что он опять просвечивает, то есть это видно, да, белый озер, почему-то просвечивает. Трикотажный джемпер с высоким воротом, артикул 529, 492, размер 54, 70 вискоз, 30 вискоз, точно-точно такая же ткань, такая же легкая, хорошо тянется, все великолепно, все здорово, но опять-таки идет сильно-сильно в обтяжечку. Так, тоже 52 размер, артикул 529, 915, цвет темно-зеленый, красивый цвет, приятный цвет, классный, ко всему подойдет. Так, ну вот сейчас на мне пульно-розовый 54 размера, потому что когда мы мерили с мамой предыдущую коллекцию, которая уже набрала много просмотров, я решила рискнуть и заказать 54, хотя бы один джемпер. Посмотреть, как он выглядит на мне, но, если честно, он сильно погодой не сыграл, он также в обтяжку, также в сильной достатке наружу, и если это носить, то сверху что-то надевать, тогда он будет хорошо смотреться на девушках размер XM, размер 52. Вот, но на самом деле, вот, может быть, стройным девочкам будет это очень полезно послушать, он до такой степени дышащий, мягкий, он до такой степени комфортный, и такое ощущение, вот я чуть-чуть слегка чувствую горловинку, хотя она тянется очень хорошо, да, а вот так, такое чувство, что ты даже без джемпера, вот он такой легкий, такой прекрасный, и в то же время теплый, просто невероятно. Но вот это вот все, конечно, не хочется вот наставлять на показ вот это все, конечно, тут. Все-таки я считаю, что вещи должны украшать, убирать недостатки и так далее, и так далее. Конечно, достоинства они очень хорошо выделяют, но и недостатки они тоже очень хорошо выделяют. И получается то, что я буду себя неловко чувствовать в этих вещах, это факт. Вот обожаю такие комфортные вещи, которые так классно к телу, очень жаль, что они так сильно облегают, но этот джемпер, ругайте меня, не ругайте, я хочу его оставить. Мне нравится этот цвет, артикул 529-475, размер 52, он мне очень сильно нравится, и мне хочется, да, то есть я могу на него надеть любую тюту-кофту и ходить в нем, поэтому еще у меня надежда, что может быть он подрастянется, еще что-то, но тут эластана многовато, мне кажется, что он не... А, тут эластана вообще нет, 70 вискоза, 30 нейлон, но нейлон он хорошо тянется, он хорошо собирается, и вискоза ткань такая, которая повторяет, да, тело. Вот не знаю, ребят, вот прям этот хочется оставить, потому что цвет классный, свежий, освежает меня, мне нравится такой. Так, трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины, артикул 529-491, размер 52, 70 вискоза, 30 нейлон. А, трикотажный джемпер с длинным рукавом, цвет черный, артикул 529-531, размер 52, 70 вискоза, 30 полиэстер. А, 30 нейлон, простите, 70 вискоза, 30 нейлон. Нормальный, классный, вот в нем комфортно. Единственное, что меня смущает, это во всей коллекции, вот этой вот вязаной, это обтягивание и плюс слишком длинная рука. Все, больше меня ничего не смущает. Очень хорошая коллекция, вот все, мы ее закончили, да, всю вязку. А вот еще зеленая, смотрю, осталась. А так вот, до того комфортная, вот прямо вот хочется надеть, идти и все, и вот и наплевать на все мнение. Трикотажный джемпер с высоким воротом, артикул 529-467, размер 52, 70 вискоз, 30 нейлон. Такой вот зелененький, плевенький, мне кажется, мне тоже идет зеленый цвет. У меня такое ощущение, что Андрей Балматиков нас всех решил к зеленому цвету приучить, если честно. Потому что вот такой, допустим, нежно-голубой, мне бы тоже хотелось в коллекции, но, к сожалению, его нет. Так, перешли к юбке Плесе, ее очень многие простили показать. Вот я вам ее показываю, прямо во всей красе. Так, она, походу, да, она идет без подъюбника, без всего. Конечно, я ее мерю без туфель, в кроссовочках, причем в кроссовках свекрови. Это она их себе оставила, такие клевые, с прошлой коллекции. Ходит в них, кстати, долго, на постоянной основе, отличное качество у кроссовок. Итак, юбка для женщины, артикул 529-807, размер 52, 100% полиэстер. Такая вот она, плесеченчик. Конечно, мятая слегка, но нужно полагать, что мы еще думаем оставить. Нет, с рукой она очень понравилась. Я думаю, что она ее ей возьмет. Я, если честно, люблю юбки-карандаши, да, чтобы они были вот такие, как бы, более деловые. А вот эта юбка, наверное, впервые я в такой юбке на YouTube-канале. Скажите, нравится она вам или нет, как будет лучше с туфлями или с кроссовками. Очень такой интересный вариант. Так, значит, далее легкий трикотажный джебпер. Мне он нравится, я сразу хочу себе оставить, прям безумно нравится. Я такой люблю, легкая, приятная, плевая классная. Значит, 95 Воскоза, 5 Элла Стан, размер 52, артикл 529-775. Я его еще хочу для вас выправить, чтобы вы увидели его длину. То есть он такой длинный-длинный. Ну, понятно, что немножечко объемно, потому что юбочка в лесе. Но вот такой вот он длинный, чтобы вам было хорошо. Рукова для меня нормально, поэтому для некоторых могут быть коротковаты. Да, я вот 162. Размер 52 у меня чистый, вот 162. Вот такая вот она, клевая. Так, сейчас на мне тоже такая же юбочка в лесе. И точно такой же легкий трикотажный джемпер, только в другой расцветке. Забыла вам показать на предыдущей юбке, что тут есть молния. Она небольшая. Вот всего лишь вот такая вот молния. Нормально видно? Молнию видно? Да. Смотрите, вот она такая маленькая, на такой вот маленькой застежечке. Вот всего лишь вот столько. То есть вот она сбоку. Тут идут шевчики по бокам. Вот если выпрямить, то их очень хорошо видно, да, вот эти шевчики. Но они спрятались довольно таки удачно. Ну, в принципе, что та, что другая юбочка, очень даже ничего. Симпатичная, если честно. Значит, это артикул 529, 799, также 52 размер. Легкий трикотажный джемпер с высоким двойным воротом. Сейчас на мне состав 95 вискоза 5 эластан. Размер 52. Тоже очень комфортный. Я его сразу себе оставлю, потому что вот это прям супер-мега комфорт. Мне он нравится. Просто нравится. Нравится носить. Я чувствую, что я в нем очень буду хорошо куда-то ездить, переезжать, валяться в поезде, да, ходить в нем в магазин. В общем, все, что угодно можно с ним сделать. Даже на природу съездить, да. То есть он такой. И дома можно в нем походить, когда будет прохладненько, да. Надел любимые брючки и ходишь в нем дома. Тоже, в принципе, неплохая расцветочка. Артикул 529, 783 у этого джемпера. Прям хочется в этом платье сразу куда-то идти. Прям не хочется его снимать. Я очень люблю такие цвета. Очень люблю такую расцветку. Очень люблю, когда скрадывают все недостатки. Но я думаю, по моему лицу вы помните, да, как я мерила водолазки, как я примерила это платье. Какое оно суперское. Мне нравится. Причем оно с карманами еще. Карманы довольно-таки хорошие, глубокие. Это точно-точно такая же кофточка, как вот та черная и бежевая, да. Мы с вами помните, об этом говорили. Значит, трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 529, 615. Размер 52. 51% хлопок, 46% полиэстер, 3% эластан. Супер, просто супер. Не просвечивает, скрывает все недостатки, еще раз повторюсь. Очень удобное, легкое к телу. Не увеличивает, не уменьшает. Длина рукава лично для меня, для 162 роста, тоже идеальна. Тут есть ОС, да, то есть можно завязывать, регулировать талию, но я могу без него обойтись, потому что еще какая-то как будто бы резиночка вставлена тут, помимо этого. Нес изделия, вот смотрите, как обработан таким вот образом, значит, вот так вот покажу, да, то есть обработано очень все так хорошо, замечательно. В общем, очень аккуратное платье, очень удачный вариант, оригинальный, вот я ни одну женщину ни в одном платье в таком еще не видела, вот прям оригинально. Мне нравится, безумно нравится. А, кстати, вот тут конец рукавчика, да, выполнен в форме резиночки, да, то есть если тут снизу резиночки нет, то тут резиночка тоже очень даже хорошо, а тут, а тут тоже резиночка или нет, но тянется оно великолепно. Оно все полностью очень хорошо дянется, и ткань средней плотности, так же как уфта, средней, не сильно плотная, не такое вот. Ну, в общем, здорово, как самостоятельная вещь, надел кроссовки, пошел и уже красотка. Трикотажное платье с длинным рукавом, артикул 529-623, размер 52, 51 хлопок, 46 полиэстер, трелос там. Тоже супер оставляет, великолепно смотрится, здорово смотрится. Ткань точь-точь такая же, как предыдущая, такая же тут есть, очень-очень такая, что-то типа мелкой. На камере видно. На камере видно, да? Да. Что-то типа мелкой, очень здорово, просто вот великолепно. Мне нравится все прямо в этом платье, отдел пошел, кайфуешь. Ну что, мои дорогие, я с вами прощаюсь. Сейчас покажу вам те образы, которые оставила себе мама. Обещала вам показать маму, что она оставила для себя. Так, во-первых, трикотажная толстовка с длинным рукавом для женщины 529-631 артикул. И трикотажные брюки для женщины 529-663 артикул. Мне кажется, этот костюм ее стройнит и освежает, ей идет этот цвет. Вот прям здорово и классно. Мне кажется, у мамы хороший вкус, она так вот для себя выбрала. Великолепно. Мам, как тебе костюм? Хороший, свободный, как сказать, выйти хорошо куда-то погулять. Погулять, да. Не стесняю, а сбежу. Так, вот еще такой комплект мама себе оставила. Легкий трикотажный джемпер с высоким воротом. 529-783 и юбка для женщины 52-й тоже размер. 529-799. Нравится, красивая. Всегда мечтала о юбке фрессированной. Да? Да. У меня была молодость. Ну вот, мода вернулась. Да, мода вернулась. Да, классно. Так, сейчас на мамуле джемпер 529-931. Ну, я прям вам и говорила, что это мамина кофта. Ну, вот чем не мамина, скажите. Очень ей идет и подходит. И прямо с юбочкой хорошо очень сочетается, кстати. Ткань тоже классная. В общем, очень все комфортно. Ну, и юбочка-плиссе 529-783. Та же самая, что была на мне. Мама ее себе оставляет. Мне нравится, как сидит. Здорово вообще. И с кофтой, и с водолазкой. Хорошо на маме смотрится. Хорошо на маме смотрится.